Главной целью Центра социального обслуживания населения «Жизнь» является улучшение условий жизнедеятельности человека и расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности. Организация, кроме всех прочих обязанностей, оказывает социальные услуги на дому. Хотелось бы обратить внимание на то, что по 442-му федеральному закону о социальном обслуживании в Российской Федерации мы можем обслуживать не только граждан пожилого возраста, но можем брать на обслуживание и семьи. Например, если какой-то семье нужна наша помощь, посидеть с ребенком, наши социальные работники могут прийти на 2-3 часа, родители в это время могут отлучиться и делать свою работу. Гарантированные услуги, их всего 45, предоставляются бесплатно в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. На сегодняшний день, с 1 января 2016 года, установленная величина для пенсионеров является 10 555 рублей 50 копеек, для трудоспособного населения 13 795 рублей 50 копеек. Это говорит о том, что если прожиточный минимум, то есть пенсия пенсионеров составляет ниже 10 55 рублей, то значит социальные услуги предоставляются бесплатно. Социальные услуги на дому – это самая востребованная услуга, поэтому наши социальные работники всегда готовы прийти на помощь пожилым людям, а также семьям. За консультацией и за помощью можно будет обратиться в наш центр, который находится по адресу села Никола-Березовка, улица Карла Маркса, дом 2, или по телефону 8 34 759 77 10 9 45. И наши социальные работники также могут на местах проконсультировать все население нашего района. Поэтому также можно обратиться в администрацию сельского поселения. Мы проводим повышение квалификации. На сегодняшний день все социальные работники наши обучены. У них имеются сертификаты по циклу оказания первой помощи для граждан пожилого возраста. На сегодняшний день в центре трудится 23 социальных работника. Они обслуживают 12 сельских поселений района. Всего за второе полугодие 2015 года обслужено 338 получателей социальных услуг. В сельском поселении Стиланово-Нагаево два социальных работника обслуживают 28 граждан пожилого возраста. Одна из них – Мавлиза Мунирова. Стаж работы которой в данной сфере более 8 лет. Я работаю социальным работником уже 8 лет. Вот они мне, бабушки, как родные уже. Прихожу с утра. Час с ними, вот похожу, потом иду другим. Им тоже помогаю, они ждут. Каждый день троих-четырых надо пройти. У нее одинокая тоже из Камальдина, МНОВЕ. Папа тоже, она вообще одна живет. Ждет. Ей 86 лет. Тоже доставка на дом. Лекарства. Коммунальные услуги выплачиваем. Социальные работники готовят горячие обеды, моют посуду, убирают помещения, носят воду, покупают продукты питания, лекарства, оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, в зависимости от сезона убирают снег, помогают в огороде и так далее. Одним из получателей социальных услуг являются супруги Расим и Асия Анвардиновой. Летом помогают в огороде, семена привозят, сажают, поливают. А так каждый день с утра приходит, приносит хлеб, молоко и то, что еще необходимо. Потом завтрак готовит, стирает, необходимые медикаменты покупает. Если плохо себя чувствуем, сразу звоним ей, она скорую вызывает и отправляет, если что, в больницу. Раз в неделю баню топит, помогает купаться нам. Смотрит счетчики, необходимые платежи платит. Без нее мы как без рук, спасибо ей огромное. Социальный работник посещает каждого подопечного два раза в неделю. Сотрудник центра выполняет не только домашние дела, но и становится частью жизни пожилых людей. Все потому, что навещает их чаще, чем родные, знают их предпочтения, беседуют с ними, оказывают психологическую помощь. Социальные работники действительно очень ответственные, добрые, терпеливые, трудолюбивые и старательные люди.